итак всем привет сегодня обзор на новинку от компании OBS это бачок из по-нашему туз козырный этот туз или нет постараюсь показать в процессе обзора прислал мне этот девайс магазин av40 сегодня должны принести еще один девайс от этого магазина там тоже новинка интересная пока ее нет продажи но тоже на следующей неделе наверно будет обзор итак приходит бак в такой коробке как и криус в принципе коробка идентичная здесь изображены доступные цвета там стальной белые черные и доступные испарители в комплекте идет только один на 085 он керамические и рба база вот вот этого нету по центру сзади перечислены тоже что идет внутри сертификаты предосторожности и цвет моем случае стальной теперь рассмотрим комплект комплекте идет сам бак запасное стекло керамический испаритель на 085 ома отвертка шестигранник вот такой zip с оринками винтиками и два клептона намотанных кусок ваты и макулатура теперь рассмотрим бак поближе внешне он очень похож на криус есть небольшие изменения и конструктивом тоже очень похож на криус вверху у нас 510 дриптип такой закругленный на двух орингах сверху добавили дополнительный обдув но я им не пользуюсь как обычно мне достаточно и нижнего обдува то есть здесь есть отверстия которые можно регулировать написано вверху эйс на обратной стороне об с и отметках где находится отверстие для заправки то и заправка осталась такая же как на криусе по сей день я считаю что это одна из самых удобных заправок сегодня на рынке плюс ко всему компания bs сделали еще верхушку разборной в криусе эта часть была не разборная там все было впрессовано здесь же сделали обслуживаемую полностью часть откручивается верхняя часть топкепа вот таким образом потом снимается кольцо регулировки воздуха верхнего и дальше снимается заправочное кольцо теперь есть доступ ко всем орингам и случае чего их можно заменить в комплекте они есть так дальше система перекрытия жидкости осталась точно такой же здесь четыре отверстия но работает всего два потому что бак односпиральный ну если стоит рыба базов как сейчас внизу у нас 510 коннектор значит кольцо регулировки воздуха имеет фиксацию то есть она не ходит по кругу ходит так очень плотненько не болтается также сделали насечки для удобства раскручивания бака снимается все так же как криусе ну и как везде в принципе криусе дал моду по вот этой системе перекрытия подачи жидкости потом все начали делать точно так же я думаю что теперь начнут все ставить вот такие односпиральные базы в комплект потому что реально база очень удобно вот мы добрались уже до самой базы снимается как везде просто так выкручивается и все можно поставить не обслугу или обслуживаемую базу все на рингах все везде герметично в принципе бак получился достаточно сухой как вы видите компания OBS придумали свое расположение стоек получается крепление как в дрипке группа говоря это очень удобно можно поместить достаточно большие койлы несмотря на то что база не очень больших размеров вот сейчас у меня установлен фьюзер 5 витков на оправу два с половиной он прекрасно здесь поместился я думаю на оправу 3 миллиметра койл тут станет hb1 то есть обдув тут очень большой сейчас я продяну вату и потом продолжим продел я вату уложил ее даже как видно здесь ваты нужно совсем немного так заталкивать вату в парточки не нужно просто сверху так нужно положить чтобы ну вот так чуть-чуть заправить ее сюда и все если что потом всегда можно снять колбу и чуть-чуть подправить вату при поднятии чтобы была нормальная смачиваемость вот так это все парит кстати всего-навсего 40 ватт 0.53 ома получилось теперь собираем бак накручиваем колбу перекрываем подачу жидкости открываем заправочное отверстие и заливаем закрываем отверстие заправки открываем подачу жидкости сразу идут пузырьки помещается сюда четыре с половиной миллилитра жидкости достаточно неплохо по размерам он не такой уж большой и вместимость я считаю нормальная тем более здесь одна спираль жидкость будет не так быстро уходить это хорошо так теперь пару слов в общем впечатлениях от использования этого бака бак в принципе не могу назвать навальным потому что но одна спираль это не 2 то есть тут не будет именно такого количества пара там и навала как на двухспиралке но далеко не всем нравятся двухспиральные баки и сейчас на рынке не так уж много представлено односпиральных баков ну допустим на ктулуху есть односпиральная база где еще на смоке смог кстати наваливает посерьезней ну то есть и сравнивать этот баг хорош в плане удобства то есть он реально как криус сделан для людей здесь все просто понятно четко все работает исправится даже любой новичок тут ничего сложного в нем нету вот это и привлекает плюс ко всему ценник ценник вообще демократичный там в районе 20 долларов за оригинальный баг я считаю это очень хорошее предложение на сегодняшний день и теперь я просто уверен что многие производители начнут делать подобные обслуживаемые базы на одну спираль реально идея очень классная мне очень понравилось это удобно странно что никто до этого не придумал такую систему в принципе все показал рассказал бак достоин внимания однозначно и я думаю будет достаточно массовым у меня на этом все кому понравилось видео ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на мой канал вступайте в руку в контакте до встречи в эфире